Конференцию по поручению наших избирателей. Сегодня собралось 6 партий, которые участвовали в выборной кампании. И те итоги, которые сегодня мы получили, подсчитал край избирком, мы категорически не согласны. Во время выборной кампании мы считаем, что эта выборная кампания это просто фарс. Настоящих демократических выборов не произошло. Поэтому на сегодняшний день, еще раз повторяю, создан оргкомитет по поручению наших избирателей. Сотни звонков идут во все партии о том, что сегодня то, что происходило на выборной кампании, недопустимо. Это единственное только в Красноярском крае. Во всех регионах столько нет жалоб, столько нет возмущения, столько нет негодования, как именно в Красноярском крае. Здесь не только претензии к райисберкому, но сегодня и к руководству краевому. Потому что сам губернатор летал на шоу, нигде такого по России нет, чтобы возглавляли. Тройка, губернатор, глава города Красноярска Миллионного. УС, он пойдет в законодательное собрание. Мы знаем, что те два, которые возглавляли, они не пойдут в законодательное собрание Красноярского края. Поэтому на сегодняшний день мало того, что использовался нагло, бессовестно административный ресурс. Но сегодня мы все пришли, избиратели принесли акты, жалобы, где даже в пять утра собирались избирательные участки некоторой комиссии, пересчитывали и подводили все для того, чтобы провести представителя от Единой России или от Жириновского. Они сегодня вместе идут, Единая Россия и партия Жириновского. Мы не обижены, мы, партии все вот здесь сидящие, не обижены, но мы за справедливость. И нас обязывают именно избиратели. Поэтому мне поручил оргкомитет вот такое вступление сделать. А сейчас каждый из руководителей партии выступят и расскажет, что происходило в выборной кампании. Федор Петрович, спасибо, коллеги. Давайте сначала поздоровимся со всеми адресцентрами «Мусомольской правды». Сегодня, 20 сентября, поговорим на тему хода проведения выборов 18 сентября, о том, с чем столкнулись кандидаты партии в этих выборах, о возможных выявленных нарушениях, о работе избирательных комиссий, наблюдателей и так далее. Я предлагаю дорогу молодым, да, по ходу всех представим. Елена Грещенкова, председатель регионального отделения партии «Женский диалог». Елена Анатольевна, добрый день. Вы впервые в выборном процессе участвовете. Насколько было тяжело, с чем столкнулись ваши ощущения? Ну, во-первых, до многих актов, когда были уже завершения избирательной кампании, да, 8 часов, многие их не допускали даже присутствовать там, закрывали перед ними дверь, то есть даже, то есть Каивы переставали работать, до свет выключался. Многие с нашими бюллетенями почему-то вообще не проходили в Каивы. У меня как минимум человек 100, свидетель есть того, именно где галочки стояли партии «Женский диалог». Потом у нас по актам 100 бюллетеней каким-то образом по одному из Манского района были испорчены, по другим также районам также были. И мне самое главное, я не понимаю, как могла система газвыбора в момент подсчета. Это самое главное, на мой взгляд, нарушение. Спасибо большое, Петр Петрович. Ну, я хочу сказать более предметно и конкретно тоже. Значит, пожалуйста, Курагинский район. Глава района взял и отправил в отпуск всех председателей, всех глав поселков, сел, учреждений культуры руководителей, где сегодня по графику, значит, эти учреждения представлены для встречи с избирателями. Значит, этого не было, мы на улице встречались. В Каратузский район с утра организовали автобусы «Единая Россия», где, значит, были подвозы, значит, на избирательные участки. Они шантажировали именно таким образом, взяли категорию пожилых людей, потому что социальные вопросы закреплены за ветеранами, значит, которые ухаживают за ними. Было сказано, что, значит, или вы голосуете за «Единую Россию», или мы этих людей, которые закреплены, значит, убираем. В Зеленогорске, значит, поймали наши наблюдатели 20, значит, ящиков с водкой, которые спаивали людей, говорили, чтобы голосовали за партию. ЛДПР «Единая Россия». Все акты есть. Сегодня в Ачинском районе первого секретаря райкома, значит, остановила милиция, посадили в обезьянников, в милицию, два часа держали там, значит, за то, что в машине был агитационный материал. Он остался, значит, за неделю нераспространенный. Фактов нет, что именно в этот день распространяли. Но просидел, извинились, отпустили. Это просто недопустимо. Хочу сказать, в Багучанском районе, там, значит, вообще полный беспредел. Давили для того, чтобы прошел, значит, там представитель, кандидат от «Единой России». А в городе Красноярске даже на двух участках, значит, Астана, свет выключили, КАИБы отключились. Несколько часов не было. Доблюдатели потребовали, значит, пересчета. Если вам не нравится, представитель говорит, можете уйти отсюда. Пожалуйста, вот, значит, данные по парашютной 8 избирательных участках. В 5 часов утра позвонили, значит, наблюдатели, давайте, приходите. Значит, будет пересчет по-другому, будет, значит, итоги будем пересматривать. То есть и по всем территориям, буквально, значит, какую территорию не возьмешь, везде, значит, подвозы, везде, значит, нарушения, везде, значит, все акты, поданы в прокуратуру, в Крайсберком, в избирательные участки. Ответы отписки, кругом отписки, научились отписывать. Значит, идет уборочная, значит, подготовка к зиме. Все, весь административный ресурс, не только краевой, но я о краевом говорю, министры, губернатор, все разъехались, обеспечивали, значит, положительный результат кандидатов от Единой России. Поэтому на сегодняшний день КПРФ заявляет о том, что мы с итогами, значит, выборной кампании не согласны, мы их не признаем. И требуем о том, чтобы, значит, сегодня пойдут документы, значит, и в центр избиркома, и президенту везде. Это только в Красноярском крае, это требуют, значит, на сегодняшний день наши избиратели. И мы выполним наказ избирателей. Надо понять власти одно, что депутатов нанимают на работу, они, значит, чиновники, народ принимает на работу депутатов, а не депутаты народа. И точно так же высшее руководство. Поэтому, значит, я хочу сказать, что недопустимо, значит, если в других регионах, там Кемеровская область, под 80 пришли, значит, то нынешняя выборная кампания, власти все сделали для того, чтобы разочаровать красноярцев, значит, в плане идти голосовать честно. Вот почему народ не идет. Спасибо большое. Иван Серебряков, губернатор Иванович Иванович Башанцев. Я считаю, что сегодняшняя выборная кампания была проведена таким образом, чтобы дискредитировать нашего президента, гаранта Конституции, в лице избирателей. И самое печальное, то, что этим занималась именно партия власти «Единая Россия», когда президент призывал все партии провести честные, прозрачные выборы, обращаясь, в первую очередь, наверное, к партии власти, что делала непосредственно на местах «Единая Россия», нам не давали встречаться с избирателями, допустим, в городе Минусинск, закрывали по распоряжению главы города ДК, приходилось делать встречи именно здесь, на ступеньках, хотя это противозаконно, на всех избирательных участках практически висела агитация «Единой России», хотя по закону запрещена агитация ближе 50 метров, везде было написано «Мы за Путина, Единая Россия», я считаю, это подстава президента дискредитировать. Мы должны сейчас все вместе собраться и все-таки помочь восстановить рейтинг президента, который специально, я думаю, брали и умышленно здесь, идя на такие преступления, на такие нарушения, его дискредитировали. Касательно именно Каиба, касательно того, что действительно на территории Красноярского края уникальный случай, когда газ-выборы зависли, и после 8 часов вечера база не обновлялась, она только на следующее утро начала обновляться, когда по непонятным нам причинам наш представитель в избирательной комиссии Красноярского края, кому будет интересно, он готов дать показания, он слышал разговор двух представителей избиркома Красноярского, что брифинг в один из часов надо отменять, потому что количество проголосовавших на участке больше, намного, чем количество бюллетней, которые были завезены на эти участки. То есть, я думаю, эти фамилии, имена, надо, как бы он готов дать показания, кто конкретно это говорил, почему и спрашивает. Поэтому брифинга в один из часов не было, хотя Бочаров выступал и говорил, что к один из часов он уже даст 50% голосов, обработанных по Красноярску, по городу. В итоге в час он не дал и 15%. Итоги начали вообще сходиться тогда, когда уже прошли часы, десятки часов. Причем нам звонили наши представители, наблюдатели, которые находились в районе, допустим, Ужурский, Шариповский, Назаровский. Эти люди тоже готовы дать свои комментарии, что закрылись ночью территориальной избирательной комиссии. Не принимали суиков никакие протокола о голосованиях. То есть, там, где настаивали, чтобы председатель комиссии все-таки принял, допустим, Манский район, он вызвал себе скорую и уехал на скорой. Открылись они только с утра. Что происходило в этот момент, мы не понимаем. Но то, как даже происходило здесь, при наличии КАИБов, мы подготовили жалобу, допустим, вот участок 1097. Председатели комиссии, наблюдатели наши есть, они тоже написали жалобу, они подготовили. Подошла к КАИБу и начала запихивать количество этих бюллетней прямо в КАИБ. Начну ей спать, вы зачем это делаете? Она говорит, ну, они все равно являются испорченными. Ничего другого комментировать больше не захотела, не стала. Мы подали жалобу, вызвали, но ситуация, тем не менее, по этим КАИБам нас просто удивляет даже в том, что там, где был ручной пересчет на КАИБах и рядом стоял КАИБ, который выдавал, разница в голосах колоссальная. Там идет вообще перепост в абсолютно другие стороны. Поэтому данные выборы с такими вот нарушениями, когда наблюдателям не давали возможности участвовать при подсчете голосов вручную, когда выключился свет и КАИБ дал сбой, поменяли флешки, там вставляли. То есть это основание для ручного пересчета. Ну, председатель избирательной комиссии говорит, мы ничего вручную пересчетать не будем, все нормально, кому не нравится, можете идти за дверь, до свидания. Это тоже все зафиксировано. Мы такие выборы, ну, мы признать не можем. Мы все-таки считаем, что выборы должны проходить в демократичном ключе, и мы не должны дискретировать перед своими избирателями выборное право. Спасибо, Александр Иванович. Антон Петрович. Антон Ребыков, Патерин Красиво. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот я слушаю, и вот есть русская пословица, после драки кулаками Димаша, нам приходится помахать. Вот то, что уникальное, знаете, в чем? Что вот именно в городе Красноярске применены КАИБы. Наверное, мы обратили, в крае везде урны, и в центральной полосе, и в Москве, и господин наш президент голосовал в урну, и все остальное. То, что на сегодняшний день газ-выборы отключили, и все мы это видели, ну, наверное, это все-таки дембельский аккорд Бочарова, который решил сыграть и наказать, и показать. Но я хочу сейчас немножко о другом сказать. Если кто-то считает, что мы глупые, ничего не понимаем, и не видим, и не умеем считать или анализировать, то это глубоко ошибается. Ошибаются эти люди. Я вам скажу, это мое убеждение, по моей информации, которую я получаю, с разных источников. На территории Красноярского края была проведена спецоперация при помощи ФАПСИ. Если сегодня говорить о той партии, не буду говорить о партии власти, которая это сотворила и позволила это сотворить, я буду говорить на сегодняшний день о ЛДПР. Вот все вы красноярцы, все друг друга знаете. Ничего личного. Если кто смотрел внимательно на ТВК выступление Натарова, еще итоги нигде не назывались. И когда я вам скажу, какой вы все-таки результат ждете, Черепанова или Добровольская, спрашиваю, я точно не помню из них, но они обе участвовали в этом. Он сказал 20%. И сегодня возьмите и сверьте, какие проценты получил ЛДПР по регионам, и возьмите за 10 лет, возьмите их средний процент в этих регионах, сколько они получали и сколько получили на этих выборах, при котором в этих регионах у них не было ни наблюдателей, никого, не вели они агитацию в этих регионах. За счет чего и кого ЛДПР получил 20% в моем городе Назарово. Я немножко-то знаю, я 20 лет участвую в выборах, ошибаюсь, и ошибался на 2% максимум. Примерно думал, сколько мы чего наберем. Но когда показали, где мы шли на первом, на втором месте, и потом, когда отключилась газ в выборы, и прошло время, и мы оказались уже у нас там 16, потом ниже, и все это, когда начали подбивать, и упало до 6%, слушайте, я немножко понимаю и получаю от людей письма, и общаюсь с регионами. Сам проехал эту кампанию еще раз, посмотрел. Я сегодня не говорю, что мы там должны были победить или нет, но я видел просто отношение такое вот выборного права к людям, административный ресурс, который не чувствовал никого и не хотел слышать, как будто это заранее, это уже было все рассчитано, и, можно сказать так, власть обязали так провести, она обязала, потому что я не раз слышал от наших больших чиновников, которые говорили, что кто сколько получит. И так оно получилось. А то, что ЛДПР наберет 20%, около 20%, это уже за неделю до выборов начало распространяться. Готовить общественное мнение. На сегодняшний день мы бы хотели, чтобы все-таки, представляете, вы, наверное, никогда не видели так вот меня со всеми партиями, я бы все-таки хотел, чтобы все-таки федеральная власть в лице прокуратуры, генеральной прокуратуры, Следственного комитета обратила на все эти безобразия, которые произошли здесь, никому не скрывая. Ну, я Октябрьский район, поверьте, уж немножко знаю свой район. Когда меня, когда я находился в Лефортово, выиграл, 53% набрал. И на сегодняшний день, где мы обошли ногами снова этот район и призывали, и где наш кандидат Рыкунова проиграла в два раза Толмачеву, вы поверьте. Ну, давайте, если вы хотите, давайте эксперимент проведем. Опрос. Возьмем один район или тот же город Назарова. Возьмем, мы это все обеспечим. И проведем опрос, все-таки, кто как голосовал. И наберет ли там ЛДПР 20%. Это все будет ясно вам. А считать там сейчас, поднимать где-то пересчеты, это бесполезно. Уже нам никто не позволит это сделать. Во-первых, это уже все прошло. Но мы хотим просто доказать, прежде всего, нашим избирателям, которые в нас верили, которые за нами шли сегодня, и с ними так поступили. Первое то, что поступили, когда меня лишили вообще избирательного права, и прежде всего моих избирателей, которые за меня голосовали все время, это прежде всего их лишили права. Потом меня лишили права избираться. Это статья Конституции, и никто не имеет права эту статью забирать у меня, которую я воспользоваться хотел. У них все было приватизировано. И наши суды, и наши прокуроры, и все остальное. Только возьмем одну Бибику. Вы все прекрасно знаете. Ну ладно, была бы она из богатых людей, которые занимались бы серьезным бизнесом. За что ее сняли? Вы посмотрите только что. Первое, за то, что справку не предоставила вовремя, что у нее нет счетов за границей. Хотя она через три дня предоставила. И наш корейной суд. И до Верховной отошло, Верховной отменил. А второе потом, за что ее сняли? Посмотрите, на глазах как издевались, прежде всего, над кандидатами. И делали все, чтобы, прежде всего, удовлетворить потребность партии власти. Ну, если хотите, ну тогда наберитесь мужества. Пусть президент, председатель правительства, объявят. Давайте назначим депутатов. И не будем тогда морочить голову и себе, и всей стране, и всего мировому сообществу. Что у нас демократические выборы проходили. Ну, разве это можно? Во время выборов на участках, школах, больницах висели агитационные материалы от партии власти. И пока не начинают кандидаты ругаться, тогда начинают руководители этих учреждений снимать. Ну, что это такое? Вот сейчас Панфилова самое честное говорит. Мы отправим книгу... Знаете что, я вам скажу насчет Панфиловой. Я думаю, что это просто была имитация. Ни на одну практическую жалобу нигде реакции не было. Мы сколько пытались стучать в колокол, чтобы она нас услышала по некоторым вопросам, которые очень грубо нарушались. Нарушались наши права. Наши избиратели копали в нашей партии. Ну, я считаю, что если закон, он должен для всех быть. Вот нас сегодня заставило... Вот здесь жизнь заставила шесть партий, восемь уже, восемь партий сесть за этот круглый стол. Ну, потому что мы живем в нашем крае, все вместе с вами. Мы должны об этом говорить. Посмотрите, что в интернете происходит. Загляните и почитайте, что пишут. Ну, если бы только Выкова не сомневался. Весь край сомневается в этом. Чистоплотности этой победы. Я бы все-таки сейчас думаю, что наши коллеги будут говорить свои слова. И я их понимаю тоже. Вот мне один звонок поступил, другой звонок поступил. Я не просто так начал сейчас снимать информацию за 10 лет про ЛДПР по западному кусту. Вот мне дали, например, по Ужуру, там, по Шарипову, да. И как это можно, если там никто не проводил никаких таких ярких предвыборных кампаний и набрать 20%? И я убежден, что, я еще вам скажу, я убежден, что явка была в Красноярском крае более 40%. Ее убрали. А как, это уже пускай решают те органы, которые будут разбираться в этом. Можно одну из маркетинговых старпанных? Да, очень коротко. Я только сейчас понял обращение председателя ЦИК, когда она сказала, она попыталась сказать. Она сказала, я призываю все политические партии привести наблюдателей, потому что думаю, что будет использован административный ресурс. То есть, и все остальное, она это говорила. Это Памфилова. Это Памфилова говорила, сам председатель ЦИК. Она просто, наверное, сама не понимала, что будет происходить, в каких объемах и как. Но она пыталась предупредить, она это сказала. Но потом никаких действий не последовало. То есть, все это было. И еще одно хочу сказать. Вот, мы здесь все поддерживаем президента. Мы за него голосовали, это наш гарант конституции. Но это не дает нам права нарушать закон, если мы говорим, мы поддерживаем президента. Но не дает права. Как могут люди говорить, мы поддерживаем президента, мы за Путина, и в то же время нарушают закон. на избирательных участках и везде ну но это мне кажется кощунку подглашению добрый день знаете самое страшное это то что на этих выборах у избирателей украли надежду надежду все-таки на то что в красноярском крае в городе красноярске что-то изменится к лучшему мы все несмотря на то что какой партии принадлежим выходили к людям мы говорили о том что мы попытаемся сделать изменить в крае он не о нас а наших избирателей вытерли ноги этими выборами у нас у каждой партии есть своя программа но на сегодняшний момент мы объединились мы объединились вместе поэтому пришли на эту пресс-конференцию я не буду говорить о тех нарушениях каждый уже сказал это уже достаточно сейчас нужно сделать кардинальные меры по поводу потому чтобы больше не происходили такие беспрецедентные циничные выборы когда отдельные депутаты отправящей партии просто-напросто улыбаясь нагло в лицо еще заранее действительно я был на телекомпании афонтова еще не начинался эфир в 030 но уже были известны результаты друг друга они уже поздравляли после этого с ухмылками убежали из студии и дальше конечно уже было понятно что мы шли прозвать партии на россии сергей толмачев я хочу тратить время я понимаю то что каждый упирался на своем избирательном участке каждый проводил свою избирательную кампанию и топтали к говорил толмачев дворы дома встречались с избирателями но как бы ты не использовал политические технологии действительно не важно как проголосует важно как посчитают я поддерживаю всех коллег которые здесь рассказали о предвыборной кампании а выборной кампании понимаете в каждой территории есть руководители есть чиновники и к сожалению у нас не руководители проводили кампанию а именно чиновники которые превратили выборы в бизнес как то на котором действительно зарабатывается огромное ресурс вот это и огорчает и в итоге и мы уже давно или нас старается приучить тому что биржет давно не народный а выборы стали бизнесом кому же уже сказали я что добавлю да действительно период выборов наши наблюдатели не допускались до начала выборов наши наблюдатели игнорировались нашим наблюдателям не удавались протоколы ссылка была завистка и ссылка была что нет копировальной техники ну и подобно что касается окончания выборов есть факты когда просто-напросто есть внимательные люди простые люди которые умеют анализировать которые просто-напросто говорили что после шести часов на некоторых избирательных участках ябка в три раза два раза увеличивалась это в многом говорит а что касается предвыборной кампании ну поверьте я уже много лет прожил много раз избирался но я такой грязный в плане насилия морально-психологического характера я не видел мы и наши кандидаты партии возрождение села шли с одной целью никому не нужны были кресла за это мы хотели открыть губернатору глаза на что что происходит местном самоуправлении и что происходит селе жаль не получилось но просто-напросто то что там происходит эта катастрофа и то что сегодня вот это местное самоуправление в лице глав территории они насильно ездили по домам они расправлялись с лидерами общественного мнения они вызывали в кабинет наших наблюдателей агитателей начальника штабов они угрожали они их заставляли убраться иначе они потеряют работу государственная дома законодательное собрание мы все действительно разные со своими взглядами со своим избирателем но тем не менее мы провели честные выборы по отношению даже друг другу мы не было грязи не было выпадов по отношению к нам мы никто никого не цепляли и это было видно избирателю а вот отношение единой россии единой к своему избирателю наглядно просто продемонстрировали эти выборы более лживой более фальшивой более манипулятивной компании поверьте я как скажу как мельниченко я в своей жизни не видела еще сплошная ложь сплошные подлоги сплошная фальсификация и я понедельник вчера сказала но я такого еще в своей жизни не видела те всякое видела а такого еще не было так вот воспользовавшись считаю воспользовавшись порядочностью руководителей других политических партий единая все знала что мы будем честны знала что мы действительно проведем хорошую кампанию и именно этим они воспользовались и ставку сделали ставку сделали на фальсификацию итогов причем это действительно спецоперация не спецоперация ведь скажите компанию то единая россия не проводила особо шумную никаких-то особых акций никаких-то особых листовок никаких-то особо ну цветочки на мера постояли пораздавали что тоже за подкуп можно признать кстати а тем не менее компанией то никакой не велось в лесосибирске вообще кандидатов от единой россии никто не видел и в других городах также было но тем не менее да устроили один концерт хора турецкого который беспардон накрутился на канале енисея регион вопрос государственному каналу в день голосования в день голосования может здесь одну паузу пожалуйста да вот кто был на концерте реакцию выступления руководителя края наверно оценили как его встретили люди те которые пришли на площадь которых согнали свезли вот их подход поэтому власть доказала этими выборами таким что она еще посмотрите на каналах они же бравируют они же не сходят с экрана вчера ура ура все проголосовали за единую россию не потому что они такие хорошие а потому что мы все плохие но позвольте за всеми за нами стоит определенная часть избирателей и мои коллеги здесь уже говорили назарова там ачин приводит пример я могу сказать привести в пример железногорск и шарипова в прошлом году мы получили два мандата там и за ничего не изменилось за этот год у нас кредит доверия был 7 9 процентов вы посмотрите на итоги полтора два процента это с чего ради хотя мы продолжали работать то есть уже пред предмет для разговора уж и власти то бы единой россии тихо-молча с этой победой уйти бы и ничего не кричать нигде с экранов телевизоров а нашим государственным телеканалом я очень прошу обращаясь к депутатам которые избрались это хорошо что хоть кто-то избрался при такой ситуации действительно обратить внимание на государственные телеканалы которые не имели права это делать абсолютно не нужно потребовать с руководителя этих каналов призвать их к ответу это вот первое далее еще раз хочу сказать повториться действительно воспользовавшись честностью порядочностью сидящих здесь за столом людей тогда вопрос кто такая единая россия почему нас обвиняют в некоторых преступлениях это ложь это фальсификация по моему это криминальная составляющая народ говорит партия жуликов и воров да народ говорит но здесь налицо криминальная составляющая и мы должны доказывать сейчас если мы или возьмемся за это дело и доведем его до конца ну либо не знаю как лично я ничего не боюсь уже в этой жизни поэтому я готова доказывать криминальную составляющую единой россии так нельзя вы понимаете ну партии власти скажем а то меня сейчас в клевете еще оскорблят но тем не менее я специально взяла не буду долго отвлекать бумагами но взяла вы видите с синими печатями лежат на столе протоколы из избирательных участков октябрьский район анатолия петровича выкова да у нас у нас 90 90 голосов на одном из избирательных участков стопе 100 310 участок прошу прощения 90 голосов мы получили этот протокол в 11 30 ночи утро понедельника итоги по октябрьском по октябрьскому району у партии яблоко 0 здравствуйте приехали здравствуйте приехали и могу продолжать по каждой по каждой территории могу вы понимаете могу правда емельяновский район где живет наша председатель отделения она была же кандидат она и у нас там и все отделение но простите ну пусть 10 человек на проголосовала емельяновский район 0 октябрьский район 0 что у яргонить белла горст 0 это вала то ноль это что такое газ выборы тогда давайте признавать газ выборы несостоятельными и обмазись нет признавать выборы недействительными я лично делаю по поручению партии по поручению избирателей избирателей, заявлений, мы не согласны с итогами голосования ввиду их подложности и фальсификации. И это у нас доказательство на руках. Тем более на понижение явки попытались сыграть, я не говорю голословно, Сосновоборская газета, где судебные приставы объявили, что мы будем на всех участках дежурить, готовьте, сидите с кошельками все должники. Это кто? Это люди, как правило, в сегодняшних сложных экономических условиях, как правило, люди либо со средним достатком, либо с достатком ниже среднего уровня, они, конечно, побоялись, они, конечно, могли не пойти на эти участки, тем более, что дальше следовало продолжение, не буду говорить. Где реакция губернатора со стороны от власти в отношении главы города Сосновоборска? Сосновоборск у нас, по-моему, вообще живет в другой какой-то стране. Я разговариваю с представителем власти, есть фамилии, все у нас, мы все фиксировали. Он сказал, а мне приказано, главой, тут только может стоять Единая Россия. Это как? То есть на понижение явки работали, но в основном использовали честность и порядочность партии, которые не будут, как бы, возмущаться и будут честную кампанию вести. Вот жалоба, сидит здесь Захарцова Людмила Анатольевна, она присутствовала в Мамском ТИК, кто-то называл Мамский ТИК, она присутствовала в Мамском ТИК. До 7 утра, она может сама сказать, это очевидец специально привезла, до 7 утра им не выдавали ничего абсолютно, забаррикадировались в территориальной комиссии, свезли туда, есть указаны фамилии, участки, свезли председателей участковых комиссий, посадили за столы, дали ручки и заставили переписывать протоколы. Скажите, это криминал или нет? Заставили, это фальсификация документов, она отражена в уголовном законодательстве. Чувствуют безнаказанность? Уверены были вы? Мы это подтверждаем так же по Артему. Вы понимаете, мы говорим о том, что чувство безнаказанности сегодня не пройдет. И теперь, значит, это за руку взял член комиссии с правом решающего голоса, своих коллег взяла за руку и заставила это все, подошла к нашему представителю, потому что она наш сторонник, член комиссии, и вместе с Людмилой Захарцовой, с представителем Родины, да, и еще кто-то там был. И они ждали до вчерашнего дня, люди вдвое суток, до обеда, им так и не выдали протокол. А, Александр, вы в Казбирку направили? Я продолжаю. Мы сразу же разместили жалобу в соцсетях, мы направили ее Памфиловой, мы направили ее представителю партии нашей, Яблоко Слабуновой, мы направили жалобу прокуратуру, и мы направили жалобу Бочарову. И никакой реакции? И, соответственно, никакой реакции, потому что говорят, жалуйтесь, жалуйтесь. Нет, мы ждем еще реакцию, мы еще ждем реакцию. Нас Москва поддерживает во всех вопросах, потому что мы считаем, что украдены голоса. А слово украсть, воровать, оно тоже отражено в уголовном законодательстве. Не надо нас называть ворами. Мы действительно как могли, так работали. Честно, добросовестно пытались представить своих людей, избирателей, донести свою программу. Мы не воровали ни у кого, ничего. Позвольте, отдайте нам наше. Пусть мы, мы за честные выборы, пусть мы набрали бы 4,8, но не 1,4 процента. Что я не знаю Мельниченко, что вы все его не знаете, сколько он голосов мог набрать, только у себя, на своей территории, только у себя. Что мы не знаем Быкова, сколько он мог набрать, что мы не знаем устоявшийся электорат любого и каждого. Где эти проценты? Верните. Где деньги, Зира? Верните. Понимаете? Поэтому. Мы изначально, вот сейчас к вам присоединюсь по поводу, вот, то, что на сегодняшний день... Город Красновец. Три года назад мы все были свидетели выборов городского совета. Возглавлял ЛДПР господин Жилиновский, первым номером. Что произошло за три года? Они набрали тогда, по-моему, 4 процента. Не изошел. Ни одного депутата. Что произошло за три года? Ни одного в горсовете. У нас построен новый город, социальная сфера улучшилась при помощи ЛДПР или Жилиновского. Скажите, 20 процентов откуда? Откуда Натаров знал, что ему дадут 20 процентов? В городе, да. Да. Значит, и я продолжу. Подумайте сами. Я продолжу, потому что я как раз хотела завершить свое выступление тем, что откуда у Единой России 50 с лишним зашкаливает? То есть сесть в всю Думу. Да уж забирайте его у коммунистов там и у этих несчастных. Господи, прости меня. Надо отдать им. Вот это было бы шикарно. Отдайте им. Не пусть они эту красноту, кресло все показывают, что они все красное там занят. Хотя цвет красный это не их цвет. Поэтому пусть бы забрали бы все вот это вот, сели и мы поняли бы. Только скажите, пожалуйста, даже кризис 8-9 года, экономический кризис, мы это понимали прекрасно. Он был тоже мировой кризис, но период у Единой России стремительно теряла свой ресторан. Она стремительно теряла свой рейтинг. И все люди шли с настроением, что у нее нет рейтинга. Они понимали это все. Откуда, за какие такие заслуги рейтинг за 50% взялся? Вот, Оксана Зеленова, я хочу обратить средства массовой информации. Сегодня был круглый стол. Единая Россия ликует, там пьют шампанское, щеки раздувают, чтобы только не ломли. Но речь идет о другом. Обычно такое явление бывает перед смертью. И я, знаете, хочу сказать, значит, вот такое предчувствие, когда говорят, ну вы Единая Россия будете отвечать. Не будут они отвечать по простой причине. Через 4 года партии Единая Россия не будет. И придумает власть другую партию. Народный фронт. Народный фронт. И на этом все заканчивается. Хватит нас дурачить. Хватит нас держать за дураков. Мы уже прекрасно понимаем. И вот это то, что произошло в Красноярском крае, решение, пример для всех. Посмотрим, как там новая Панфилова, которая где-то уголовная будет за это и все остальное. Я думаю, что решение вот наших партий будет очень серьезное. Плоть до того, что мы все вылетим в Москву, нас примет и президент, нас принят и Панфилова, но мы своего добьемся. Мы интересы, в первую очередь, наших избирателей отставим. Именно избирателей отставим. Значит, зря так вот пошутили. А то, что надо отменять выборы, что мы не признаем, это однозначно. Дайте завершить. Пожалуйста, завершу и будем обсуждать, наверное. Еще у нас коллега сидит. Значит, поэтому я хочу сказать, что вчера был проведен соцопрос в завершении доказательств. Было задано три вопроса. Вы голосовали за Единую Россию или да? Нет, не ходил на выборы вообще. Не голосовал, зашкаливает. Не голосовал, зашкаливает. Поэтому народ возмущен, народ возмущается. Их обманули, их одурачили. У них украли голоса. И я думаю, что плохо, наверное, там есть в школе. Не надо давить, не получишь сопротивление. И в итоге, хочу сказать, что механизм решения вопросов есть. И если думают, что мы их не знаем, мы их знаем и найдем. Мы можем добиться пересчета голосов, запакованных в мешках в этих. Мы можем добиться. Там уже все поделали. У них не бьется до сих пор. Просто они не думают, что мы это сделаем. Поэтому я заявила, а когда мы это сделаем? Пусть думают. На 161 участке представитель наблюдателя от Компартии попросил пересчитать голоса. Председатель сразу сказал, что ей плохо, у нее дети дома и так далее. Это как пример. И это было везде. Поэтому, если думают, что у нас нет механизмов, механизмы есть. Настаивать на них будем, на этих механизмах. И будем добиваться решения этого вопроса. Просто вспомнились слова. Если бы выборы что-то решали, то нам бы не позволили бы в них участвовать. Не я сказала, а Марк Твен. Много лет тому назад. К сожалению, в нашей дорогой и любимой России ничего не меняется. Спасибо. Я бы сейчас, наверное, хотел бы следующую ситуацию сделать. Давайте вспомним 2011 коллегой. Подтвердят, не были такими вопиющими, как были в этом году. К чему это привело? Миллионы людей вышли на улицы. В городе Красноярске я своими глазами видел, как на театральной площади, против несправедливости выборов, было порядком 3,5 тысяч человек. Может быть, даже больше посчитать невозможно. К чему ведут сейчас те мошенники в политических победителях, так сказать. К чему они ведут? Стране сейчас нужно спокойствие. Очень сложная экономическая ситуация. Очень сложная международная ситуация. Стране нужна справедливость. Знаете, я вот действительно, бывает такой момент, когда уже опускаются руки. После этих выборов опустились руки. Но мне поступил звонок. Моя знакомая, которая никогда не ходила на выборы последние 10 лет, встала, пошла, проголосовала. И в трубке я слышал слезы. Сергей, что происходит? Неужели нас обманули? Вот тогда я просто понял, что с этого момента я не опущу свои руки, я пойду под ним. И вот те, кто сейчас сделал эти страшные вещи, задумайтесь, что вы делаете с нашей страной. И после этого, я вам точно скажу, после сегодняшнего нашего собрания, где действительно люди абсолютно разных, я бы никогда не думал, что я буду с коммунистами разговаривать. У меня абсолютно разные взгляды с коммунистами. У меня расходятся взгляды с Анатолием Петровичем. Но сегодня нас объединили, причем сделали, наверное, лучших друзей в данной ситуации. Так вот, нас попытаются обвинить, что мы сейчас расшатываем ситуацию. Они сфальсифицировали, а нас попытаются сделать крайне. Не получат. Это сделать? Лучше, вот знаете, честно, по честности сделать, уйдите. Не мешайте людям. Не нам. В отставку? В отставку. В отставку. Спасибо, Александр. Я думаю, президент так и решит. Владимир Владимирович, вам слово. Спасибо. Вы знаете, я также соглашусь практически со всем, что было сказано сегодня многими уважаемыми людьми здесь. И, наверное, вот один из первых выводов, я считаю, что не может такое количество людей и такое количество избирателей ошибаться. Весь во время выборов, и это, наверное, самое главное. Это действительно очень мощный административный ресурс, который направлял с самого начала всех избирателей на, собственно говоря, на один результат. При этом, что хочу отметить, вот сколько мы встречались с людьми, я очень много общался. Я, на самом деле, мало слышал таких отзывов, когда люди говорили, что я пойду голосовать за Единой Россию. И итоги вот этих выборов, в моем понимании, совершенно не совпадают с тем, что я слышал до этого. Это действительно какой-то диссонанс. Я слышал с тем роликом, который крутился чуть не круглосуточно по всем каналам, что детские сады и школы строят Единая Россия на взносы. Я когда-то, когда еще были времена Советского Союза, так же не понимал, вы меня извините, как работает КПСС. Если партия Единой России строит садики и школы за свои взносы, мне это тогда понятно. Но если это строится на день достаточности, на наши налоги, простите меня. Вот я бы хотел призвать единороссов, вставайте рядом со мной, давайте каждый день работать, давайте зарабатывать вместе бюджет, деньги, а потом вместе так же соберемся и вместе потратим их на садики, школы, на пенсии, на те же самые, нашим отцам и материалам. Вот мне кажется, это было бы честнее. Потому что я не понимаю, у меня многие внутри предприятия спрашивали моего, которым мы управляем, как так? Почему так получается? А мы где? Вот мы каждый день ходим на работу, производим какой-то продукт, платим налоги. Почему про нас никто ничего не говорит? А нас таких очень много, нас вообще тысячи и миллионы. Вот это непонятно. И я считаю, что самое главное, чего не должны были сейчас делать те люди, которые пользовались административным ресурсом, они не имели права убивать веру. Это уже было. Не имели права убивать веру. Потому что многие люди, которые сегодня не пошли на выборы, не пошли ровно потому, что они не верят ни в какие знания, не верят в то, что будет какой-то прогресс, не верят в то, что что-то будет происходить. Вот в это не верят люди. И я считаю, что сейчас главное, все, что мы, наверное, можем сделать, но это честная, настоящая позиция, отстаивающая интерес от наших избирателей, отказаться признавать данные итоги. У нас есть ролик, который снимал депутат Владимиров Владимир Владимирович сам на избирательном участке в районе, то есть уже давно могла заниматься прокуратура, где председателю, члену избирательной комиссии подходили люди с обложкой на паспорт зеленого цвета. И она тут же, левый паспорт абсолютно давала, бюллетни для голосования. Он взял своего сотрудника, снабдил его камеру, вот он подошел, дал ему зеленую обложку, дал другой паспорт, он подошел, она ему выдала бюллетни, это все сняли на видео. Здесь надо отменять вообще итоги голосования на этом участке. Но кто-то об этом сказал, но это уже не заявление, это уже видеофакт, который, кстати, сейчас в судах признают. Но самое интересное, нам был подарок, подарен председателем правительства, председателем Единой России, когда он сказал, ветераны, вы держитесь, но денег нет. Значит, учителя, идите в коммерцию занимать, все гудели, были против, и вдруг такой результат. Я только хочу сказать одно, власть, партия власти, как она себя считает, она болезнь вовнутрь загнала. И на сегодняшний день у меня есть сразу предложение. Если вот наши акты, они не реагируют, не выносят никакие решения, давайте у меня есть предложение по линии КПРФ все равно, но мы объединим. Мы проведем не пикеты, мы проведем митинги по всему краю, во всех городах и районах. Пускай посмотрят, я понимаю, что будет противостояние, подключат КГБ, ОПРС, ФСБ, все будут подключены, чтобы не состоялось. Но есть предложение, мы предлагаем КПРФ провести, показать власти, и пусть губернатор, как он летал, пролетит на самолетах и поучаствует, посмотрит, не вмешает, смотрит. А потом провести решающий митинг, не города Красноярска, а края, на площади революции. Я знаю, что будут препятствия, не давать будут, значит, это, нас отправят где-то за пределы, на Подолык или прочее, пусть они идут туда. Поэтому речь идет о том, мы покажем власть, вот слышат, если губернаторы и все остальные, они должны уйти после позора такого. Я знаю, сейчас будет давление, значит, на нас, будет на коммунистов, на всех, кто занимает какие-то должности. Не получится, ничего не получится. Мы решительно настроены на, не признаем те выборы, которые состоятся, не признаем. Обстановка сложная. Петр Петрович. Подожди, обстановка в России сложная, международная, этим и пользуются, что уговорят и прочее. Пускай в Красноярском крае, значит, решит вопрос президент, председатель центрального избирательного, в Красноярском крае, мы сибиряки, мы достойные люди, мы любим свою землю, мы гордый народ. Вот, значит, поэтому мы закалены, мы за страну, пускай, если они хотят и руководство страны, показать всем, что нельзя, что если они за демократию, и то, что говорят, не исполняют, они тоже несут ответственность. Единая Россия говорит, Единая Россия, партия президента. Что, президент согласен? Пускай скажет свои слова. Подпишемся, все вместе подпишемся, вот, именно письмо президенту, и увидим реакцию. Но мне кажется, надо просто выехать туда все. Нет, челобитная, мы знаем, как разбивается, они долго будут мурыжить, и до президента не дойдет. Ладно бы возмущалась одна партия, а то 8, ладно бы сказали, один из 10, 8. Из 10, 8 партий, я думаю, что и две оставшиеся присоединятся еще. Поэтому, вот, мне предложение, надо принимать более радикальное. Давайте, ты напишешь. А, нет, в смысле, здесь ты участвуешь? Я думала, что еще кто-то не подошел из нашей страны. Ну, смотрите, мы-то вообще, как бы, проходили, мы подписи собирали. За нас люди 25 тысяч подписей отдали. У нас социальная программа, давайте не забывать об этом. Мне на первом этапе же нашей регистрации сказали, да вы даже подписи не соберете, вы не пройдете. Потом, когда у нас все-таки, к нам не смогли подкопаться, подписи наши прошли. У нас прошла регистрация, мне Сергей Александрович лично сказал, гендерной партии Панамарина. Сергей, он сказал, что гендерной партии в крае не будет. Трехпроцентный порог ты не пройдешь. По причине того, что если ты пройдешь трехпроцентный порог, вы станете парламентской партией. Тогда я могу, позволю в России вам везде участвовать в выборах. Он позволит. Этого на крае не будет. Он позволит за Россию. Он позволит за Россию. Самая любимая игрушка Сергея Александровича это выборы. Еще два факта. За две недели до выборов 37 районным газетам распоряжение проходит подготовить места для публикования грязи в отношении партии возрождения села. Где трех кандидатов просто унизили. Это кандидатов, которые стабильность территориях обеспечивают и в силу своих огромных объемов получают там мизерную подачку в виде компенсации убытков, которые мы несем, неся развеевая производство. Дальше, за полторы недели до выборов, телеграмма, агентство печати, всем главным редакторам районных газет найти любые способы отказа публикования материалов партии возрождения села, даже на законной, бесплатной и платной основе. И последнее. Я всех призываю. Нам нужно наладить контроль за государственными наградами. У нас есть факты, когда главы районов награждались за фальсифицированные цифры по итогам. Уже есть факты наград этих государственных. Сейчас будет звездопад. Поэтому давайте проследим, чтобы ни одна награда государственная за эти позорные действия, низкие, не прошла. Можно еще тоже маленькую ремарку? Знаете, вот сидя за этим круглым столом, мы действительно, я подтверждаю, что, ведя свою предвыборную агитацию, мы никогда не задели, никого не задели из сидящих представителей этой партии. Мы очень уважительно относились, потому что даже сейчас мы, наверное, уже приобрели соратников, хотя надписи могут быть любые. Мы, красноярцы, которые находятся сейчас за этим круглым столом, которые, в общем-то, теперь, наверное, объединили всех тех избирателей, которые голосовали и за Яблоко, и за Патриотов, и за Родину, и за другие партии, за возрождение села, я думаю, теперь они наши общие избиратели, и интересы которых мы обязаны просто сейчас отстоять в кратчайшее время. Потому что вот этот вот пир, который произошел, вот эти ухмылки, этот цинизм, в самом деле надо прекращать. И подготовиться к выборам губернатора. Сегодня, надеюсь, все-таки мы подготовим открытое письмо президенту, и подпишем его, отправим его, и посмотрим приятную. Центральный взгляд, ну комиссия. И еще есть предложение, наши лидеры, значит, в Москве, значит, их поставить в известность, чтобы они точно так же собрались и пошли к президенту. Надо, мы будем готовы. Если позволите, коллеги, два слова очевидцу, что происходило, Людмила Анатольевна, то есть, позволите, два слова. Конечно, пожалуйста. Здравствуйте всем. Вот хоть к Манскому району, настолько цинично, настолько, вы знаете, безнаказанно, там прошли выборы. Я была там членом территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. И присутствовала на пересчете на одном из участков бюллетеней. Вы понимаете, подсчет проходил безобразно. Юрию Михайловичу Данильченко более 30 голосов удалось убрать. Ну, там, по подсчетам проблемы, при пересчете, люди не хотели пересчитывать. То есть, приходилось настаивать. Далее, значит, бюллетени не шли. У них излишки, у них не хватает, отражать они этого никак не хотели, разумеется. Вот эти все нарушения, ссылаясь на усталость, на позднее время и т.д. и т.п. Непосредственно, когда вся информация после пересчета стала стекаться в штип, вы знаете, все протоколы, фактически все протоколы были переделаны. Об этом сегодня надо говорить. И надо привлечь непосредственно внимание к Юрченко, Светлане Николаевне, председателю избирательной комиссии. После того, как было выявлено непосредственно членами территориальной комиссии вот эту фальсификацию, председатели вводили в кабинет, закрывали. Люди все подневольные, люди все в деревнях. То есть, кого назначат, сопротивление ни одна не оказала. Все протоколы были переделаны. Их закрывали в отдельных кабинетах? Вот здесь надо... Вот слышите, о чем человек говорит? Очевидец, да. Людей запугали даже, можно сказать. Вот уже председатель избирательной комиссии имеет пять лет, как сказала Памфилова. Если она сказала в действительности. А мы должны это сделать. Чтобы другим неполадно было. Совершенно верно. Далее, после того, как факты фальсификации были, да, ну все уже, куда деваться, озвучены, пресечены, председателю становится плохо. Ее уводят, она отсутствует. Никаких протоколов, ничего, вот просто люди сидят, люди обсуждают. У них не идут выборы. Не бьются цифры. Не бьются цифры. У нас же данные другие. Нам же надо данные другие. То есть в итоговых протоколах данные были, я думаю, во всех по Манскому району четыре факта выявлено. Четыре факта зафиксированы. Но водили, водили, продолжали водить далее. Теперь непосредственно сама система газ. То есть там сидит свой человек за закрытыми дверями, железная дверь у них такая, туда никого не хотели пускать. После того, да, когда уже я настояла, что давайте у нас выборы прозрачные, демократические, вот что здесь устраивает сертификации. Они решили, открыли двери, но туда никого не запускали. Далее, значит, на сегодняшний момент к двум членам территориальной комиссии, которые пресекли фальсификации, они местные жители, на них оказывают давление. Надо поддержать. Да, это обязательно надо поддержать. К этому надо привлечь внимание, чтобы ни в коем случае никто не пострадал. Люди проявили свою честность, свою порядочность. Ни один председатель, вы знаете, буквально выступал я там перед председателями, говорила, люди, вы что делаете? Как вы людям будете в глаза смотреть? На сегодняшний день вся ответственность за фальсификацию, это на вас. Ни одна Юрченко участвовала, это вы, это все вы сделаете. На что они говорят, ну а нам же деньги платят? Мы же деньги заполнили комиссию. Вот одну секунду хочу сказать, что значит, членов избрали комиссии, они столько не живут, сколько они уже членами комиссии. Понимаете? И поэтому сегодня там вся отработана система. И вот о чем избиратели говорят, о чем мы говорим, надо, и то, о чем Панфилова говорит, что пять лет, вот тогда все будут знать. Значит, главы могут говорить, там указания, это все остальное. Каждый должен чувствовать, что есть конституция, есть закон, и перед ним надо отвечать. Вот сейчас всю информацию мы собираем по тем участкам, значит, протоколы пишем. И мы столкнулись, вот я слушаю, с организованным преступным сообществом. По-другому я никак не могу квалифицировать это. И слышу, с Манского района, с других районов, с других городов. Люди, ну вы что, мы куда пришли? Куда мы пришли? Ну, еще один момент, вот демократия, я бы вас попросил всех не говорить о демократии, потому что сейчас это слово ругательское, можно лучше короче сказать, и строгнуть. Поэтому да, действительно, это действительно, какая тут демократия? Это полное искажение, полное, значит... И, наверное, вот я еще добавлю, я теперь начинаю понимать красноярцев, почему они не ходят на выборы. Потому что вот они видят, что происходит, и от этого не зависит. Просто они не хотят участвовать в этих спектаклях. На самом деле, в наглость здесь все организовано и творится все то, что мы услышали. И, конечно, хотели бы обратиться к вам, журналистам, если у вас осталось еще то, что должно быть у журналиста, покажите в действительности то, что мы здесь сказали. Мы просим вас, именно мы, то, что озвучили, 8 партий. Согласны? Да. Чтобы показали без всяких комментариев, все равно мы это... Не бойтесь никого. Все равно мы это отправим в центральное телевидение везде, но будет не совсем хорошо, что наши, значит, СМИ будут и сказали, Я, первое, не случайно сказал, кто-то здесь выступал, как команда была до нас в СМИ, не пускать средства массовой информации и прочее, прочее. Мы разберемся с этим, надо ли платить деньги средствам массовой информации местным, значит, газетам, если они, значит, ненародные, не избиратели. Петр Петрович, давайте вот мы от нас, от всех обратимся к нашим избирателям. Я уверен, что у избирателей, у наших жителей Красноярского края, у кого-то есть тоже материалы о нарушении этих выборов. Нужно... Штабы. Давайте, Ленина, значит, 113, седьмой этаж, все нарушения, которые есть, пожалуйста, приносите Ленина, значит, 113, кабинет 701, все приносите. Я бы еще тоже, еще одну маленькую ремарочку, я вот, коль предложили там нарушение, я бы хотел бы обратиться к тем ребятам, молодым, которые занимались подвозом, если у вас есть гражданское... И тем, кто деньги платил, да, 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 какие-то чувства к Красноярскому краю, гражданская ваша платформа и позиция, придите вот по этому адресу и скажите, да, я действительно делал так, никакого уголовного наказания вам не будет, но вы придите честными, будьте честными, придите, скажите, да, мы это делали. Мы хотя бы просто реально понимаем, что одно дело, когда люди приходят и голосуют, а другое дело, когда за это платят. Если сегодня можно купить голос избирателю, то завтра можно, наверное, весь Красноярский край продать. Вот очень важный момент, который я скажу. Мы понимаем, что сейчас будет противостояние нам, мы понимаем, что будут подключены органы и все остальное. Мы понимаем, что, значит, мы приглашаем на те митинги, мы вас, мы оповестим согласно закону через 10 дней. Придите, не надо выступать, вы придите, пусть это ФСБ, там КГБ, ОПРС, это пусть пересчитают. Но что мы не едины, что мы отставим ваши интересы в первую очередь. Мы благодарим наших избирателей, что проголосовали за всех за нас. На самом деле выражаем большую благодарность. Вы нас поддержали, вот любую партию, которую вы поддержали, я думаю, вы присоединяетесь. Мы благодарны вам всем, что вы пришли, проголосовали. И не печальтесь, что ваши голоса пропали. Мы обязательно постараемся отстоять ваше право прежде всего, но только вместе с нами. Если заявим митинг общегородской, общекраевой, приходите и давайте покажем, что все-таки мы силы. А еще можно одну маленькую марку? Что сегодняшним собранием мы хотели сказать, что мы не хотим допустить раскола в обществе. Мы сейчас здесь едины. И можно упасить, то, что творится, к чему подталкивает нас, мы хотим сказать, мы не хотим и не допустим раскола в наших качествах. Спасибо. Спасибо, спасибо.